В эфире День ТВ. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас в студии профессор Сергей Вячеславович Савельев. Сегодня мы поговорим о мозге маньяка. Ну, а заодно мы поговорим и о книгах Сергея Вячеславовича, которые вот недавно вышли. Сергей Вячеславович, добрый день. Добрый день. Согласовывая с вами эфир, мы вышли на тему мозг маньяка. Вы говорили, что маньяки бывают разные, соответственно, в разных направлениях. И вот то, что их делает маньяками, является частью той сферы, которую вы изучаете. Ну да, есть такой признак. Дело в том, что маньяки – это крайняя форма проявления преступности. Вообще-то преступность, как бы она более широкого плана, потому что маньяки есть разные, но это такое бытовое название. Уже сексуальные маньяки. Как известно, женщины всегда интересуются телефончиком. То есть здесь много всяких оттенков этого дела. Но если говорить о преступности и в крайнем проявлении как маньяков, то преступность, конечно, она носит биологический характер. Это не только среда. Когда человек там ворует яблоко, потому что нечего есть, это одна ситуация. Но когда человек держит дома 500 миллионов, как здесь некоторые наши губернаторы, ну так, на цветы жене, да, это понятно. Это уже немножко другая ситуация. То есть наиболее, кстати говоря, опасная, потому что эти деньги могли пойти другим людям. То есть самое страшное среди преступностей – это когда идет перераспределение средств в пользу человека, который их не может освоить. То есть вот здесь проблема главная. И корни этого сидят очень глубоко в нашем сознании. Почему? Потому что, ну, все, ну, скажем так, очень многие люди, зрители и слушатели Дня ТВ, бывали за границей. И они знают, что любая мартышка пытается украсть чего-нибудь у себя. То есть и съесть, желательно украсть съедобное, чтобы путь между воровством и наслаждением был максимально короткий. Поэтому мартышки воруют еду, отнимают, вымогают и прочее, прочее. Ну и все заодно то, что плохо лежит. Вот эта особенность и лежит в основе вообще всего приматного поведения. Здесь надо сказать, что мы подходим к той теме, которая как раз и изложена отчасти, в значительной степени, скажем так, в книжке «Морфология сознания» второго тома. То есть эта книжка будет представлена на выставке «Non-Fictions». Когда это будет, в каких-то 20-х числах, по-моему? 24-го, 28-го. 24-го, 28-го. В «Гостином дворе». В «Гостином дворе» на «Non-Fiction» будет и «Морфология сознания» второй том, и свежее стереотипное издание «Нищеты мозга». Кто заинтересован, может там и приобрести, и познакомиться. Так, верно, 24-го, 28-го, я уточнил. Так вот, отчасти глубокие корни рассмотрены в этой книге, потому что на самом деле она посвящена, эта книжка, детскому периоду развития человека, то есть уже тогда, когда начинают проявляться половые гормоны и вплоть до созревания. То есть это большой, очень большой период времени, как раз тогда, когда закладывается основа человеческой индивидуальности и сознания. То есть поэтому здесь она начинается с созревания мозга, и вторая глава – это уже филоэмбриогенез сознания. Собственно говоря, в этом-то весь и секрет. У нас за время индивидуального антогенеза, то есть индивидуального развития, формируется несколько форм сознания, скажем так. Этот термин я использую не потому, что он мне очень нравится, а потому, что действительно это хороший термин для того, чтобы определить некие этапы ключевые. То есть сознание может быть разным. Значит, он говорит, человек несознательный, как говорили коммунисты, выводя кого-нибудь за амбар. Ну вот несознательность и сознательность – это достаточно хорошо понимаемые в нашем обществе явления. Так вот, сознания, они бывают разные. И в антогенезе человека такими терминами очень удобно оперировать, поскольку они отражают уровни созревания мозга. И вот самое первичное сознание, которое замечательно формируется у всех без исключения, и у преступников, и у законопослушных граждан, и у кого угодно, и священнослужителей, и бизнесменов, политологов и всех остальных – это первичное сознание, и оно возникает первым. Это как раз первичное сознание, если переводить с бытового языка на неврологический, то это формирование лимбической системы. И оно обладает всеми признаками этого самого первичного сознания. Какими? Значит, поскольку это структура, которая сложилась и возникла еще на заре появления позвоночных, то есть уже у рептилий все признаки лимбической системы есть, все основные центры, а уж у млекопитающих самых низших, то есть самых древних, и у наших современных мышей она также хорошо представлена, лимбическая система, это древнейший комплекс структур, которые определяют инстинктивно-гормональную регуляцию поведения. Он возникает первым. И ребенок для того, чтобы ухватиться за мать, должен обладать способностью хватать. Он должен обладать признаками первичного сознания, чтобы найти материнскую грудь. А это обонятельная система, которая входит, все центры обонятельной системы как раз входят в лимбическую систему. Это первый орган чувств, в котором пользуется ребенок, именно поэтому он находит грудь матери. По запаху? Конечно. А вы думаете, он ее рассматривает? Ох, вот это мне нравится. Вот это, кусоты можно и повременьшить, маленькая такая. Нет. И как раз зрение-то очень плохо у детей развито. Сразу после рождения у ребенка только 20% сетчатки вообще воспринимает хоть что-то. 20%, 80% вообще, интактное. А и цвет там состоит всего из двух, так сказать, оттенков, которые на самом деле очень условно передают цвет. То есть вот эти все игрушечки, побрякушечки, там одеяльцы разноцветные, всякие шарики, которые вешают перед детьми, это в основном для того, чтобы радовались и подпрыгивали бабушки. Это для бабушек, это такие игрушки для старушек, которые не понимают, что происходит у ребенка в мозге. То есть зрение очень плохое. Осязание я уж не говорю, там только хватание, хватательный рефлекс, больше ничего. Дальше. Не очень хорошо развит слух. То есть когда говорят, ребенок, там надо еще в утробе матери, ему, что парочку оркестров Большого театра там играл, это бредятина. Потому что не только слуховая система не готова, и он просто не слышит ничего. То есть слух не годится, зрение не годится, что обоняние. И действительно, у детей обоняние, знаменитые проблемы с этим связаны. Когда американцы, пытаясь заработать на свежеродивших женщин, ну, когда у них голова еще не очень работает попользоваться этим, они предлагали мыть грудь высоко рафинированными всякими мылами. И дети отказывались эту грудь сосать. Почему? Потому что она была вымыта и пахла не матерью. И только потом, через много лет, сообразили, что грудь должна пахнуть матерью, потому что ребенок, в первую очередь, пользуется обонянием. Вот у него всех и органов чувства. Обоняние, да и хватание. Но это быстро меняется. Потому что ребенок за первый год, его мозг увеличивается в три раза по размеру. Но не за счет новых клеток, там, единичные нейроны могут появиться, конечно, но в основном за счет связи и гидротации. То есть мозг гидротируется, увеличиваясь в размерах, и образуется огромное количество нервных связей. И вот в этот момент первым, кто вступает в дифференцировку, это как раз лимбическая система, на которой строится первичное сознание. Это что такое? Это инстинктивно-гормональная регуляция поведения. Нет у ребенка еды, грудь не получил, оказалось помыто химическим мылом, не получилось, он начинает кричать, требовать еды. Вот это самые простые рефлекторные реакции. Когда нет еды, он кричит. Когда он устал, он тоже капризничает, хочет спать и прочее. Вот этот простейший набор физиологических реакций, он обеспечивается лимбическим комплексом, и он вступает в дифференцировку первой. Попозже он начинает, скажем так, сказываться и на поведении, потому что ребенок растет, структура мозга дифференцируется, но при всем формировании коры и всего остального лимбическая система в образовании связи опережает всех. Именно поэтому она так важна. Первичное сознание – это то, что мы непроизвольно запоминаем, так называемая плицитная память. То есть память, которая является непроизвольной. Она, кстати, лучше всего и сохраняется. Старые маразматики, как известно, непроизвольно запоминают намного лучше, чем осознанно, когда им предлагают осознанно запомнить какое-нибудь явление. Они плохо его понимают, но зато непроизвольное запоминание идет отлично. Попробуй от старушки что-нибудь утаить. Там быстро все заметят и запомнят. Непроизвольная память у детей разве это как у стариков. И поэтому они не понимают, что запоминают, они впитывают как губка у родителей те формы поведения, которые в этой среде приняты. Принято в этой форме, в этой среде раскланиваться перед каждой чашечкой чая. Они так и будут делать, не понимая, почему они это делают. Потому что это автоматически идет запечатление, как у животных. А если принято, например, за револьвера отстреливать врагов, то он так и запомнит. И будет считать это нормой поведения. Вот эти вот социальные инстинкты, о которых я писал в первом, втором томе морфологии сознания, они, собственно говоря, и лежат в основе непроизвольного поведения человека. Человеку предлагают поступить, он говорит, а я так хочу. Вот я хочу вот так себя вести. Это как раз первичное сознание, которое запомнено непроизвольно, запечатлено на базе лимбической системы. Выбить его потом практически невозможно. Это то, что лежит в основе нашей специфической, этнической, государственной или семейной социализации. Вот это первичное сознание. Оно примитивное, потому что оно руководит в основном инстинктивно гормональными формами поведения. Ну, когда гормоны уже половые пойдут, там, соответственно, половое поведение. А до этого достаточно примитивно. Это животный практически уровень. Но дальше постепенно, где-то лет с 8-9, начинает формироваться вторичное сознание. Оно уже возникает на основании неокортекса, то есть коры. Почему? Потому что 8-9 лет начинает созревать кора уже активно, то есть связи между нейронами в коре образуются. Но она еще очень далека от того, чтобы противостоять лимбической системе. То есть она является, ее дифференцировка, образование, как и в животном мире, она у человека лет до 14-15 является просто источником информации, то есть хранилищем, базой хранилищем. Потому что лимбическая система, она очень маленькая. Надо занимать 10% от объема мозга, и там ничего особенного не сохранишь, кроме самых архаичных, самых примитивных, самых простых форм поведения, которые ребенок впитал. А вот кора за счет гигантского количества нейронов, которые в нее увлечены, нам позволяет запоминать уже более сложные социальные системы отношений. Но ее функция, это очень важно, является вторичной по сравнению с лимбической системой. То есть все равно вот эти обезьяне желания «хочу» 10, 12, 13 лет, они доминируют. И именно поэтому в этом возрасте дети такие уязвимы. Если ты обращаешься к лимбической системе, то есть к древнейшим центрам обезьянему ребенка, то ты всегда до них достучишься. А вот сдерживающие механизмы никакие не работают, потому что лимбическая система просто пользуется корой как бы гигантской базой данной и личного опыта. Она оттуда дергает то, что нужно для обеспечения эгоистической работы лимбической системы, и заставляет человека вести себя очень хитро часто, очень осмысленно часто, очень адаптивно конкретной ситуации. Но при этом абсолютно по животным принципам. То есть человек, молодой, скажем, подросток или юноша и девушка вроде бы ведут себя нормально, но в подложке их поведения всегда будут находиться вот эти животные принципы, которые еще происходят из первичного сознания. И вот к моменту того, как только кора стала участвовать в этом процессе, еще в подчиненном виде начинается половая дифференцировка. А уж тут лимбическая система подчиняет себе все поведение подросткам. Многие способные дети, особенно девочки, утрачивают свои лучшие интеллектуальные качества в этот момент, да и мальчики, так сказать, мозговая мотивация спускается сильно сниже пояса. То есть перепрекращается, по сути дела, такое рассудочное развитие. Мозг подчиняется лимбической системе, то есть половым гормонам. Это и называется вторичное сознание, потому что его достаточно для того, чтобы производить потомков. То есть у нас есть первичное примитивное, дополовое, и половое, связанное шузе с неокортексом и половым гормонам, которые себе подчиняют весь мозг. Вот этих двух сознаний, так скажем, которые, конечно, работают вместе, вполне достаточно, чтобы счастливо прожить всю жизнь, если, конечно, хватит денег родителей. Но мы каким-то далеким путем, я так понимаю, идем к теме. А тема у нас все-таки преступность, маниакальность. Преступность как раз и рождается из этих двух типов сознания. Если третье сознание не наступит, третичное сознание, то так ребенок и замерзнет в этом самом вторичном сознании, и дальше будет воспринимать весь окружающий мир очень хорошо, как источник еды, размножения и доминантности. И у него не будет никаких мыслей о том, что надо поработать, например. Не трехмерная картина, а двухмерная получается. Она получается очень простой. Кстати говоря, многим этого достаточно. И когда говорят, человек запомнил алгоритмы поведения, ну, например, Римской империи. И не надо ничего. Надо быть верным, служакой, преданным человеком и делать себе карьеру в рамках вот этих алгоритмов поведения. Не нужно ничего рассуждать. Вот, ну, например, можно же ребенка поместить в специфическую военную организацию, чтобы его там обучали. И не будет там никакого полиморфизма мнений. Там будет ровно то, что будет запечатлено в этой среде. Вот будет идеальный служак. Есть такое, во всех странах есть. Это было решение в свое время, там, при большом количестве детей, лишившихся родителей, особенно, ну, знаменитая история. Мертвые души. Куда, как известно, Чичиков хотел заложить души мертвых людей? Он хотел их заложить в Попечительский совет, который сейчас на Солянке, это здание сохранено. И получить в залог большие деньги, на которыми-то и уехать с ними на южную часть Российской империи, где и зажить, значит, как Костанжогу. Ну, это известная история. Так вот, Попечительский совет, это было создано, потому что дети дворян оставались без родителей. Ну, и там, конечно, их надо было обеспечивать, прочее, прочее. Ну, как всякий Попечительский совет, в нашей стране там все разворовывалось, как обычно, так традиционно. Этих Попечителей регулярно ловили и сажали, но это мало помогало. Вот у нас всегда, когда есть гуманистическое начало, там тут же появляются такие, которые его используют исключительно в корыстных целях. И вот Попечительский совет – это забота об этих детях, потому что они как раз оставались без хознами в тот период, когда созревает первичное и вторичное сознание. Таких понятий тогда не было. Но все понимали, что если в это время не дать ребенку соответствующее воспитание и образование, будет проблема. Отсюда возникли военные училища для детей, вот таких оставшихся без родителей. Потому что это все равно лучше, чем то, чтобы они, так сказать, их воспитывали, как сейчас говорят, улицами. Поэтому здесь борьба за третичное сознание, она велась разными способами. Ну, надо сразу говорить, что, во-первых, им могут обладать далеко не все. Особенность конструкции мозга предполагает, что такая вещь, как третичное сознание, то есть это то самое сознание, которое носит не эгоистический, а социальный оттенок, скажем так, мягко. То есть то, которое позволяет человеку быть человеком. То есть носить гордое название гомо-сапиенс-сапиенс по одной простой причине. Потому что надо научиться поступать, не исходя из биологических интересов. То есть собственный биологический интерес – это первичное и вторичное сознание. Формально, чтобы прожить жизнь и умереть счастливо, этого достаточно, а неформально, если ты хочешь называться гомо-сапиенс-сапиенс, то ты можешь в процессе жизни, а можешь и не приобрести, некий набор социальных интересов, некий набор сознания, то есть способности абстрагироваться от своих биологических задач и выполнять общесоциальные, то есть те, которые выгодны будут не только тебе лично, но и обществу. Вот это то, что называется у нас – это социальная ответственность. А лица с пониженной социальной ответственностью, как вы знаете, так называют обычно девиц лёгкого поведения. То есть что получается? Тритичное сознание – это то, что нужно для организации более-менее человекоподобного сообщества людей. Все обладают им? Конечно, нет. Если бы все обладали, зачем нам тогда уголовное законодательство? Зачем нам тогда система надзора? Зачем нам система принуждения колоссальная во всех странах? Зачем нам полицейские с этим автоматическим оружием и со всем остальным? Если бы сознание, то есть социальная ответственность была бы распространена как явление очень широко и осмысленное поведение в сообществе. Таких проблем нет. Там бы не надо было держать миллионы силовиков, эти суды и прочие-прочие, которые используются для того, чтобы принуждать тех, у кого нет тритичного сознания, выполнять функции, которые для первичного и вторичного сознания не свойственны вообще. Уточнение. А вот это вот тритичное сознание, это как-то конструктивно локализуется в мозге? Да, есть конструктивы, да, конечно. Для того, чтобы им обладать, нужно иметь достаточно развитые, большие ассоциативные области. В лобной части нашего головного мозга, в нижней, над глазничными, те самые области, которые предопределяют наш индивидуальный характер, и нижне-теменные, достаточно развитые. А тут, поскольку эти области являются чисто человеческими, мы имеем ту самую колоссальную изменчивость индивидуальную. То есть получается так, что то, что делает наш мозг способным к созиданию тритичного сознания, является самым индивидуально изменчивым. Ну, приведу пример. В моей книжке «Изменчивость и гениальность» я там подробно разбираю нижне-теменную область. И что получается? Там есть несколько полей, там пара полей, и у них несколько подполей. Индивидуально они изменчивы ужасно, по размерам, там, в десяток раз. Но самое главное не это. Самое главное, что у одного человека эти подполя есть, а у другого их вообще нет. То есть, что получается, что материальный субстрат для этого самого тритичного сознания, он может быть, а может и не быть. И вы можете разбиться в лепешку, объясняя, что воровать нехорошо, что там ловить девиц в темных подъездах нехорошо. Ну, классический пример – это педофила. Сколько возвращается на грешный путь педофилов после отсидки? 98 процентов. Всё. Сделать ничего нельзя. Вы не можете человека избавить от давления первичного и вторичного сознания. Тритичное у них отсутствует. Что, с лобными долями что-то? Надо специально это исследовать, естественно. Я думаю, что там очень много проблем именно с лобными долями, потому что где у нас тормозные центры? Те самые, которые останавливают нас от душегубства, от убийства. Те самые, которые позволяют нам подавать милостыню или делиться пищей, в том числе с неродственными существами. Например, с собаками. Если она смотрит на тебя голодными глазами, а ты ешь сосиску, а у тебя ещё их три лежит. Большинство людей нормальных, я имею в виду, конечно, не психически больных, отдадут одну сосиску этой голодной несчастной уличной собаке. Это понятно, даже если сами есть хотят. Но есть люди, которым это в голову не приходит. Вот для тех, кого в голову не приходит, быстрее всего я реконструирую. Характерно отсутствие этих самых полей, которые детерминируют нашу социализацию. Это эволюционное новообразование. Но их нет, этих подполей у приматов, ни у каких. Ни у орангутанов, ни у шимпанзе, ни у горилл. И не нужно им это, хотя они тоже испытывают некое социальное чувство и испытывают сочувствие, горе, сопереживание. У них есть всё. Но всё это, по сравнению с человеком, ничтожно мало. А у нас, благодаря именно дифференцировке чисто человеческих полей и подполей, которые отсутствуют у высших приматов, мы приобретаем человеческие качества. Мы становимся гомо-сапиенс-сапиенс. Так вот, этих самых полей у одних людей есть, у других их нет. И нет вообще физически. Это очень важно. Потому что пока мы говорим о количественных различиях, вот это вот поле там маленькое, а вот это вот большое. Но тут же вылезает какой-нибудь пьяный болтун, который тут же говорит, а там маленькое поле зато лучше свои функции выполняет, лучше это как? Что там быстрее импульсы идут, там есть ограничения. У нейронов быстрее метаболизм, тоже есть ограничения. Но вот таких болтунов постоянно эта планета Земля воспроизводит. Но там есть хотя бы дискуссия какая-то, то есть может возникнуть в дурацком мозге такой вопрос. А вот когда нет структуры совсем, в чём хорошо-то, то тут уж ничего не скажешь. Она нет, и суда нет. И вы ничего не можете сделать с этими людьми. Вы им просто не то, что они не верят. У них нет субстрата для восприятия этой ситуации. А раз нет субстрата, дальше очень легко сделать следующий шаг. Но если у тебя нет социальных таких ограничений, то есть пониженная социальная ответственность, и у тебя никаких моральных критерий вообще нет, вы понимаете, что следующий шаг – это как раз наши красавцы-педофилы, которые никаким образом назад не восстанавливаются. На чём построены? Если нет этих тормозных подполей, если они вырастили внутри себя, сохранили детской нетленкой первичное сознание, это самое обезьянное, которое усиленно было о формировании вторичных половых интересов, то есть вторичным сознанием, то есть половым, они вполне обходятся обезьянными центрами, обезьянными настроениями для того, чтобы продолжать своё чёрное дело. Именно поэтому, конечно, педофилов, с моей точки зрения, надо тотально кастрировать, не химический, а физический, для того, чтобы закрывать эту тему навсегда. Но это в лучшем случае. Но за такие формы насилия, как известно, лучше всего проводить декапитацию и забывать на эту тему. Сергей Вячеславович, вопрос у меня возник. Можете ли вы привести конкретные цифры? Вот как вы считаете, среди людей у какого процента отсутствуют, как вы говорите, эти поля? Ну, на сегодняшний день очень маленькая статистика известна, потому что такие исследования не ведутся больше и вестись не собираются. Поэтому можно сказать, что примерно там ещё есть вариабельность этих полей. Где-то в третий случаев... Тридцать три процента? Да, но здесь ведь есть другое, это я веду нижне-теменное поле. А вот с лобными там просто количественные очень большие изменения. Поэтому нужно сопоставлять, поскольку переменных у нас как бы шесть, ну, это такой минимум, 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 только переменных шесть в нижне-теменных полях, ещё в лобных полях, ещё там есть три переменных. То есть получается девять переменных, которые дают разные комбинации. То есть, может быть, он там латентный насильник, понимаете, но не педофил. А может быть, и то, и другое, и третье. Зависимость того, какой расклад выпадет по этим новым областям, которые должны выполнять тормозные функции. Не будет этих тормозных функций. Можно ему сколько угодно с ним разговаривать, он всё равно будет вести себя в соответствии с первичным и вторичным сознанием. Потому что третичного нет, и остановить его нечем. Вот у вас, пожалуйста, и маньяки. Варианты всякой преступности от воровства карандашей со стола, понимаете, и кончая там воровства бюджета целых областей, как мы сейчас видим по телевизору. То есть здесь все варианты. И при этом они не испытывают никаких моральных, никакой моральной ответственности. У них нет тревоги такой. То есть угрызения совести, на ваш взгляд, они не чувствуют? Конечно, не чувствуют. Ну, как вы подумайте? Вы представьте себе, если человек, например, украл так по-скромному. У нас, ну, средний губернатор нас ворует от двух до трёх миллиардов. Ну, это так за последние несколько лет, эта статистика известна. То есть это достаточно много еды, скажем так. То есть он лишил несколько тысяч человек еды на год. Есть у него угрызения? Да, конечно, нет. А сколько он лишил бедных собак, которых можно было накормить голодных, которые бегают по улице? Вообще без счёта, потому что там еда похуже. Ну, несколько тысяч граждан, которые живут вокруг него. Причём эти люди, они точно этих денег потратить не смогут. Но если у нас вывозятся такие колоссальные деньги за рубеж ежегодно, и страна наша ещё не рухнула, это значит, что у нас ресурсы есть и возможность есть. Но эти деньги невозможно потратить. Ну, сейчас в лучшем случае их конфискуют западные банки. Ну, что сейчас происходит, собственно говоря. И отнимут всё, что там есть. Но эти люди спокойно этого лишают людей вокруг, хотя те там просят дотации на еду. Я уж не говорю там, при этом повышается непрерывно квартплата, непрерывно повышаются услуги ЖКХ. И откуда деньги-то деваются? Все эти деньги перекачиваются вот этим способом, через взятки небольшому количеству людей, которые управляют районом, областью или там чем-то ещё. То есть, есть моральные у них ограничения? Да никаких. И самое главное, что воспитать их невозможно. Обратите внимание, сколько губернаторов за последние там два-три года зачистили. Огромное количество. Это помогает чему-то. Назначают, ну, происходит то же самое. Почему? Потому что не существует внятной системы отбора. То есть, ну, назначают преданных, я уже об этом говорил, а требуют как сумных. Ну, во-первых, это невозможно. А во-вторых, нужно назначать не столько преданных, сколько тех, кто имеет хоть какую-то моральную ответственность перед населением. А назначают всё тех же самых, которые уже проверены, там, школы комсомола и прочее, прочее, у которых точно никаких не может быть моральных критериев, потому что там был негативный отбор. Потому что только полный идиот мог не понимать, что, например, в советское время не происходит, если ты идёшь работать в райком комсомола. Я видел этих людей. Я жил в то время. То есть, люди, лишённые начисто всех моральных критериев, и шли туда. Потому что цель была простая – добраться до партийного распределителя с колбасой. Всё. Больше там ничего не было. И теперь из этих людей уже выросло несколько, большое количество олигархов и важных управленцев, которые продолжают жить так же. Но там был негативный отбор, потому что моральные критерии были непреодолимым препятствием для попадания в партийную структуру. Почему? Потому что если ты проявлял хоть какую-то сентиментальность к тем, кто не играет в эту политическую игру, тебя из этой системы выкидывали. Это было невозможно. Это был сортинг на избранных, но эти избранные по отсутствию каких-то моральных критериев, которые были. Бывали случайные люди, никто не спорит. Это бывало. Но это такая редкость уникальная. Ну, как бессеребреник на таможне, например. Чичиков как раз работал на таможне. Первые три или пять лет он там был честнейшим человеком, как вы помните. Получив особые полномочия, обзавелся особым мылом. Да-да-да. Ну, мы продолжим. Я, конечно, из массовой культуры слышал, что маньяки, когда убивают людей, испытывают невероятное удовольствие и по принципу наркомании хотят это повторить. С одной стороны, им тяжело без убийств, а с другой стороны, им еще и приятно, когда есть убийства. То есть с двух сторон вот такое давление, такие тиски на них давят, и вот в результате их такое компульсивное поведение повторяется. Ну, это то, что я по телевизору видел в кино. А вот с вашей точки зрения, как с физиологией это все связано? Если связано. Давайте я сначала расскажу интересную историю. Как-то я консультировал произведение некого документального фильма, связанного как раз с маньяками. Почему? Потому что совсем недавно в США, в Западной Европе психологи-генетики собрали огромное количество денег на одну простую вещь. У них простенькая идейка зародилась о том, что маньяки, оказывается, имеют генетическую предрасположенность. И вот эта генетическая предрасположенность связана с несколькими генами. И вот, мол, где американцы взяли, провели большое исследование на эту тему и посмотрели маньяков, брали у них образцы ДНК, ее исследовали и сравнивали. Ну, как они исследовали, это отдельный разговор, я могу как-нибудь при случае рассказать, это отдельный маразм. Но, допустим, что все было сделано более-менее. Вот они сделали этот анализ и дальше пришли к глобальному выводу, что вот такой-то и такой-то ген, их то или иное состояние приводит к тому, что мы сможем прогнозировать, что этот человек может быть маньяком. Ну, то есть идея церебрального сортинга, ну, так сказать, как добывание анальным способом глант. То есть, ну, несколько генов не могут определять поведение человека, это нелепость. Патологию нарушения генетическое может вырушать даже одного гена, и такие мы знаем, моногенетические причины. Но поведение, которое не детерминируется генетически никогда, поскольку оно детерминируется конструкцией мозга и особенностью вот этих самых структур индивидуальных, конечно, нет. Но они вот выдавили такой тезис, собрали колоссальное количество денег, то есть они разводили избирателей, конгрессменов и бизнесменов на протяжении почти полутора десятков лет. Ну, и сухой остаток из этого всего. Все, вот они собрались, решили, что вот есть гены маниакальности. Отлично. Ну, как вы понимаете, в такой стране, как наша, тут же нашлись подорожатели. Особенно из генетиков, которым тоже хочется колбасы и хочется на этом деле поживиться. Но у нас это тяжело идет, у нас на это не дают денег. Надо вообще на науку стараться не давать никаких денег. А сейчас, после известного выступления этой девушки, которая задала вопрос нашему президенту, так вообще скоро ничего не будет. Денег, естественно, они получили, но твердо убеждены. Ведь у нас как? У нас не наука особенно модная, а в модные направления утверждают в основном дилетанты и популяризаторы. По-другому их назвать нельзя. Которые проталкивают западные идеи на наш рынок. Вот сейчас принят закон о популяризации науки. Почему? По очень простой причине. Если бы они популяризировали объективные вещи, они этого не могут делать, потому что сами безграмотные. Ну, обычно там какое-нибудь рассуждение какого-нибудь про теорию происхождения биопедальности, какого-нибудь математика несостоявшегося. Ну, это куром на смех. Он там плохо пересказывает косноязычно мою книгу, путается к середине своего изложения. Это все похоже на глобальный анекдот. И вот в основном такие. Или преподаватели какие-нибудь достаточно второсортные, или какие-нибудь любители непонятно откуда-то взявшиеся. Они популяризируют науку. Какую? Западную, естественно. Нашу науку они не будут никогда популяризировать. Поэтому идея с генетической детерминацией поведения маньяков, она была подхвачена вот этими всеми прохиндеями и разнесена посредством массовой информации. Они читали лекции, выступали с просветительскими проектами на эту тему. Ну, просто это такой апофигей маразма просто. Хорошо. Ко мне обратился один, не буду называть, из достаточно неплохих продюсеров, проектов научно-популярных, и попросил, значит, поучаствовать в этом деле. И я говорю, ну, хорошо. А идея была какая? Дело в том, что у нас же Чикатило известный был, да? Маньяк, которого в конце концов нашли. А не сделать ли анализ генетический вот его генома? И не проверить ли в самой Америке наличие этих генов. Ну, в конце концов, нашли там, по-моему, на расческе, которая от него осталась, там, волосяные луковицы, из которых удалось извлечь этот генетический материал. И, значит, еще генетическая экспертиза не была доделана. Когда состоялся у нас такой разговор. Я говорю, давайте делаем так. Я берусь консультировать, участвовать в фильме, все такое. Но условие простое. Если не подтвердится, что Чикатило, у Чикатило 4 гена нормальный, как у нормального человека, мы в конце фильма публично скажем, что вся эта генетическая шняга является профанацией помывочной. И что, на самом деле, никаких критериев нет. Если, значит, наоборот, я публично, в конце фильма, честно признаюсь, что вот профессор такой бестолковый, не верил в величие хромозом, и, значит, полностью обделался публично. Я в этом честно признаюсь. Уж куда лучше-то. Ну, за такое количество людей, которые мечтают, чтобы я в чем-нибудь хотя бы ошибся, что тут уж рейтинг бы зашкаливал. Что вы думаете? Проводится анализ. Ну, конечно, выясняется, что эти четыре гена у Чикатило абсолютно нормальны. И никаких признаков генетических. Маниакальности у него нет. А фильм заканчивается так, что голосом бодрого продюсера, с которым я договорился, он говорит, что, конечно, причина маниакальных всяких явлений – это гены. Но просто мы не знаем, какие. Ну, вот, уважаемые слушатели, представьте себе степень маразма и, скажем так, заказанности вот таких исследований. То есть когда именно поэтому закон и принят. Потому что вот такая популяризация, она разрушает в корне смысл занятий популяризации науки. Потому что вытаскивают Хокинга, который, может быть, хороший физик был когда-то. Но то, что он пишет про мозг и про человечество – это даже не идиотизм. Сказать, что это идиотизм – это похвалить. Но я читал его книги – это ужас. Просто патологическая безграмотность. Но это всегда бывает, когда человек лезет не в свою область популяризировать то, о чём ничего не понимает. Вот, собственно говоря, что получилось. Если говорить по этому про маньяков, то у нас что получается? Такой некий промежуточный итог. Генетической детерминации таких вещей нет. Вполне возможно, что там какие-то корни есть. Но это не четыре кена. И не шесть. Я думаю, что там дело намного сложнее, поскольку мозг, как известно, развивается по регуляционному типу. Это что значит? Это значит, что судьба многих структур мозга зависит не столько от генетической детерминации, сколько от взаимодействия между клетками, которые в конце концов и предопределяют, какая структура будет побольше, какая будет поменьше. То есть это не радикальное изменение, но это та межклеточная информация, которая называется морфогенезом. И сейчас все генетические книжки мало-мальски вменяемые, ну, кроме тех, которые писались в 50-е, 60-е годы, которые у нас любят генетики пересказывать с пеной у рта. Вся современная генетическая учебная литература начинается с того, что ранний морфогенез, то есть изменение формы, структурная детерминация мозга, нам неизвестно. А вот когда включаются гены, тут мы уже все знаем, вот об этом мы и будем сейчас говорить. Вот о чем идет речь. То есть получается так, что у нас пока детерминировать, предсказать поведение человека по генетическому анализу невозможно. То есть это, к сожалению, слишком далеко от экспрессии тех или иных белков, ферментов, всего остального до реального поведения. Это сказочные истории, которыми, кстати, заполнена мировая литература. Поэтому мы вынуждены остановиться не на биохимической природе поведения, что тоже имеет свое значение, а остановиться на структурной предрасположенности. Вот был бы у нас сейчас с вами томограф с вокселем в один микрон, то есть с разрешением в один микрон, то мы с вами бы, изловив какого-нибудь потенциального серийного убийцу, мы бы посмотрели и сказали, да, ну вот с высокой вероятностью он может быть таким. Но для этого нужно что? Во-первых, таких наловить, в «Черном лебеде» собрать всю эту публику, просканировать, разобраться, выявить закономерности, то есть иметь несколько таких приборов. И тогда мы, да, сможем огородить наше общество от подобных существ, поскольку структура мозга неизбежно сказывается на поведении. Это факт. Но вот этот факт хорошо известный, поскольку как и отрицательные явления, такие вот как маньяки, преступники закоренелые, рецидивисты, они имеют, конечно, какие-то структурные... Какие? Вот точно сказать. Я сейчас не могу, поскольку таких исследований на таких контингентах никогда не проводилось. Искали признаки гениальности. И да, с признаками гениальности структура мозга четко и жестко коррелирует, и мы можем сказать, что к чему связано. Это факт. А вот как связано с преступностью, этим как раз говорит о том, что этим нужно заниматься. только тогда мы сможем найти реальные, объективные, самое главное, воспроизводимые структурные отличия, по которым будем заниматься церебральным сортингом. Ну вот скажите, когда вот этот аппарат будет сделан? Этот аппарат можно сделать сейчас за небольшие деньги. Это я знаю. И мы это говорили. Сколько лет мы знакомы, вы об этом говорите. Но как вы думаете? Это просто было очень дорого и очень сложно. И это требовало каких-то колоссальных вложений. Сейчас уже когда-то это стоило 10 миллиардов долларов, потом стало стоить 5, потом 3. Вот сейчас уже можно вписаться, поскольку физика развивается, особенно рентгеновская оптика, и здесь целое направление. Там Виктор Евгений Часатчиков его возглавляет у нас в стране. И очень большой прогресс. Очень большой прогресс. Очень много, что сделано в этом направлении. И сейчас уже можно там в миллиард долларов вписаться, чтобы сделать такой прибор. Но он тоже полезен. Он не только для сканирования мозгов. Это можно анализировать. Представьте себе, с одномикронным разрешением, например, большие системные блоки секретных американских самолетов. Как это полезно. Которые ни в какой маленький томограф с высоким разрешением не входят. Понимаете, можно анализировать будет оружие много и прочее, прочее. Это такой полифункциональный прибор. Не только для мозгов, но чисто прикладные вещи, чтобы, например, что-нибудь на Западе там присоздадут сложное и неизвлекаемое. А мы, как говорил наш любимый президент, это цап-царап. И в такую штуку. И анализ. Ну, красота, красота. Я уж не говорю про детей, которые уже пубертатному возрасту уже имеют такую конструкцию мозга, которая может поддаваться анализу. То есть можно предполагать не методом имитационного воспитания и посылки детей, родственников, начальников всяких хороших местах, где их как бы воспитывают, а действительно людей по способностям, по талантам. Потому что это уже можно к пубертатному возрасту выявлять. А если это очень яркое проявление конструкционных особенностей, то и раньше. Просто чем больше, скажем так, изменение мозга, связанное с одаренностью, талантом или с преступными наклонностями, тем раньше она проявится. И наоборот, люди со средними способностями, их нужно анализировать уже в постпубертатный период, потому что там уже возникают очень тонкие отношения, которые надо изучать, в которых надо разбираться. Когда этот прибор будет построен? Ну, я думаю, что его построят. И построят не так уже, не так долго это ждать. Просто я все время волнуюсь из чувства патриотизма, что построим не мы. И это нам так дорого обойдется. Это не ковид. Это похуже будет. Потому что это то, что не имеет прямого носителя. То есть ковид имеет вирус. Ну, такой там вот иронковый, такой длинный и прочее. То есть с ним можно сделать сыворотку. Нельзя сделать сыворотку против того, что направлено на восприятие человеческим мозгом. Там не будет субстрата, никто не будет. Ну, как сейчас? Вот посмотрите, что сейчас происходит. Американцы поссорились с китайцами. Нехорошими словами обзывают нашего президента. Совершают откровенные глупости, выбрасывая 2 триллиона долларов на рынок. Это что? Это то, что я видишь, например, позавчера. Я позавчера работаю, в субботу и воскресенье. И поэтому бываю в центре Москвы. Я за многие годы замечал, что, ну, например, в 1982-83 годах вдруг появилось большое количество пьяных. Произошли известные изменения. Потом перестройка, опять большее количество пьяных. Отмена. Сухой закон знаменитый вышел. В 1991 году что происходило? В 1990 году вдруг на улицах появилось огромное количество пьяных. И, кстати говоря, вот в 1978 году в США там вдруг страна стала какие-то совершать странные поступки. Ну, ровно такие же, как вот сейчас с китайцами и с нами. То есть дело в том, что люди в большинстве своем ведут себя в соответствии с первичной, вторичной олимпической системой. То есть первичной, вторичного сознания. Они не понимают, но очень боятся. То есть что-то происходит, а что нельзя понять, поскольку биологическими принципами эволюции сообществ никто не занимается. Боятся. Просто боятся. Потому что тебя там обвинят в биологизаторстве, бог знает в чем, что меня обвиняют регулярно. В результате предсказания нулевое. То есть они не понимают, что происходит. Начинается эстероидное состояние, потому что ситуация безвыходная. И это, в конце концов, является признаком как раз резкой смены, как бы помягче сказать, механизмов церебрального сортинга. И вот сейчас, я в субботу видел впервые за последний год, за один день увидел больше десятка сильно пьяных на улице и в метро. То, чего я не видел последние шесть лет. То есть интересный признак. А в сочетании с тем, что происходит в международной системе, мы стоим на уже, я думаю, начавшемся церебральном сортинге новой генерации, о которой мы многократно, и мы с вами это многократно обсуждали. Так что, я думаю, что в ближайшее время ждать недолго, а это является прекрасным стимулом. Ну, вы знаете, что лучшие танки строят, придумывают во время войны. Поэтому, когда начнутся те самые военные действия, о которых, я говорю, связаны с мозгом, а не с вирусом, это приведет к мобилизации. И тогда такую штучку, как одновоксельный томограф, построят невероятно быстро. Ну, лет 10 она ждет. Нет, ну что вы. Сейчас, если сейчас считать. Вот сейчас, если начать, то через полтора-два года будет. Это если начать. А как вы думаете, решение такое будет? Мягким способом. Решение будет такое принято реально? В течение 10 лет ближайших? Решение будет принято в течение полутора-двух лет об этом, потому что ситуация войны, она заставляет. А сейчас мы видим с вами, если бы мы были фантастами, писали фантастические фильмы, то мы бы сказали, что у нас готовится некая церебрально-ментальная война. На самом деле она идет. Идет во всю Ивановскую, и тот, кто первый сообразит, как ее можно выиграть, тот и построит такую штучку. Вот и все. Здесь нету, как бы нельзя заставить это делать по собственной воле никакую элиту, никакой страны. Ну что, они самоубийцы, что ли? Ну что, после этого первое, что сделают отобранные гении и таланты, они их заметут веником и выкинут на помойку, отняв при этом все деньги. Они же не самоубийцы. Естественно, они будут сопротивляться этому до последнего, цепляться зубами. Но, когда возникнет вопрос о самом выживании их самих вообще, то тут все идет на лад. И тут может появиться новый танк Т-34 в кратчайшие сроки ударными темпами. Так что и «Катюши» появится. То есть это будет не просто прибор, это будет целая система. Потому что здесь надо и компьютерную технику, и «Ростех». здесь есть, где развернуться, и томографию, и прочее, и рентгеновскую оптику развивать. И это в условиях, поскольку все готово, субстрат есть, в условиях реальной войны, когда она перейдет уже, ну, будет ощутимо, скажем так, седалищными мышцами элиты, они пожертвуют собой. У меня последний вопрос в связи с этим возник. Ну, скажите, у всего этого может быть оборотная сторона. Ну, вот о положительных вещах вы говорите, поиск гениев, создание великих открытий и так далее, и так далее. Соответственно, борьба с преступностью тоже позитивные вещи, вроде бы, абсолютно однозначные. Но не является, не будет ли вот этот вот томограф и церебральный сортинг предвестником нового тоталитаризма, разделение общества на касты, такая, знаете, стигматизация, ведь тоже такое может быть, навешивание ярлыков, но в данном случае это будет обусловлено уже работой томографа, когда общество будет разделено на касты, когда у каждого будут предписаны определенные права и обязанности. Учетный новый мир, фактически оно и будет. Вы рассуждаете ровно так, как большинство людей, предполагающих, что существуют наследственные передачи свойств мозга. Этого нет. Поэтому каста, это когда из поколения в поколение передают свойства, это одно. А определение человека каждый раз, индивидуально, персонально, по способностям, как раз препятствует эти. Это получается не каста, если ты все время переходишь, тебя, ты, например, в вашем же понимании, в одной касте сын переходит в другую или наоборот. Это не будет каста в том смысле, как вот в классическом в Индии, когда-то в свое время. В этом смысле безусловно. Отсутствие наследственности. Безусловно. Повторения не будет. То есть вечного закрепления определенной группы людей в определенной касте, этого не будет. Но я не это имею в виду. А де-факто в каждый момент времени у нас получатся определенные предписанные правила, права, обязанности определенной группе людей. Да, эта группа может меняться. Конечно. То есть такое будет, да? Такое будет. Ну а что лучше, чтобы, например, финансами занимался человек, который абсолютно бездарен? Я не говорю, что лучше, что хуже. Я спрашиваю ваше мнение, будет или не будет. Конечно. Для этого все и делается. Для этого все и делается, потому что справедливость, она и, так сказать, человеческое счастье связана с тем, чтобы он мог самореализовываться. А если он даже не знает область, в которой он может самореализоваться, тогда его жизнь, по сути дела, проходит зря. Мы должны это предотвратить. Ну и, соответственно, тоже возникает вопрос, не будет ли такой опасности те люди, которые, допустим, имеют возможности не давать... Купить результат. Нет, не купить результат. Она будет не давать развиваться в карьере людям, про которых они уже заранее заведомо знают, что он талантлив. Ну, как в известном анекдоте, найдите человека, который может меня заменить, нашли, увольте его. Каким-то образом тормозить этих людей на дальних поступах, допустим... Разница между гением и посредственностью стоит в том, что посредственность никогда не поймет, когда ей наступил конец. Нет. Смотрите, у человека, который не является гением, по крайней мере, есть методичка, написано. Вот томограф показал, что этот человек, условно говоря, с большой вероятностью будет, этот великий политик, я условно говорю, понятно, да, этот великий математик. Так, ну-ка быстренько, вот этих вот великих политиков куда-нибудь подальше. Если раньше таким критерием могли быть очки и шляпы в истории, мы знаем, то здесь уже будет научный подход. Я еще раз говорю, просто умный отличается от дурака тем, что может придумать такое количество способов обмануть дурака, что никакая методичка не поможет. Ну, в таком случае мы бы видели одних умных наверху, которые так все хорошо обманули. Ничего подобного. Почему? У нас негативный отбор. Так почему же умные не обойдут его? Так это невозможно, поскольку у нас происходит биологическая эволюция. Общество живет по биологическим законам, а не по человеческим. В нашем обществе человеческие качества не ценятся, и по ним отбор не происходит. И введя томограф, мы, собственно говоря, решим эту краеугольную проблему. Мы прекратим биологическую эволюцию по тем принципам, которые описывал Дарвин, и начнем разумную эволюцию, то есть рассудочную, и будем отбирать людей по тем качествам, которые делают нас людьми. И гордо можем носить название гомо-сапиенс-сапиенс. А пока просто гомо-сапиенс. К сожалению, другого пути у нас пока нет. Ну что же, эфир мы завершаем, уважаемые зрители. Сергей Вячеславович Савельев был на студии. Я еще раз обращаю ваше внимание вот на книгу. Я зачитаю ее название «Морфология сознания. Два». Обратите внимание, обратите также внимание на книгу «Нищета мозга». Где это можно посмотреть? Мы уже говорили в начале эфира, ну вот будет выставка «Нонфикшн» в гостином дворе 24-28 марта, это время проведения. Кому интересно, приходите, смотрите. Книга будет вами, да, представлена? Вы приедете туда? Нет, я на «Нонфикшн» наверное не поеду, но, так сказать, я думаю, достаточно для того, чтобы люди могли прийти. Ну, как знать, а вдруг придете? Ну, в любом случае, в любом случае, я сказал все, что должен был сказать. До свидания, спасибо за внимание, спасибо, Сергей Вячеславович. Субтитры создавал DimaTorzok